Итак, мы рассматриваем топографию пищевода на интерактивном анатомическом атласе пирогов. Для этого я захожу в раздел «Сцены». Я создал предварительно соответствующую сцену, которую поместил в раздел «Грудь». Я сюда прикрепил картинку, которую мы только что смотрели, чтобы мы могли это сравнивать. И вот теперь давайте проанализируем, что на таком изображении видно. Во-первых, я хочу сказать, что до того момента, пока я стал пользоваться этим интерактивным атласом пирогов, для меня совершенно не было очевидно, что во многих случаях дуга аорты, вот она, располагается не спереди, как мы привыкли на картинках в учебнике это видеть, она во многих случаях располагается практически почти сбоку. Вот мы видим, что сама дуга на этом изображении, она почти в сагитальной плоскости. Она, безусловно, контактирует с пищеводом, прилежит там к нему спереди, но тем не менее ее локализация не во фронтальной плоскости, а в данном случае почти в сагитальной. Мы понимаем, что все люди разные, что есть астеники, гиперстеники, нормостеники. И в зависимости от конституционального типа органы располагаются тоже по-разному. Знаете, вот от дуги аорты отходят эти три сосуды, которые мы с вами будем учить на следующем курсе. Это так называемый трункус брахиоцефаликус, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия. Эти сосуды можно посмотреть прижизненно при помощи ультразвукового метода. Как думаете их увидеть? И тут же все закрывается ребрами. Надо заглянуть в надгрудинную ямку, расположив датчик над грудиной и направив луч позади. Для меня всегда было удивлением, что у кого-то хорошо видно, а у кого-то плохо. У всех же аорта она крупная, потому что стандартное отношение к этой процедуре, что датчик надо повернуть определенным образом на час дня по циферблату. А у многих людей это располагается почти сагитально. Тогда надо разворачивать больше, почти на 12 часов. Одним словом, вот это очень такая интересная и важная особенность, которую мы с вами замечаем первым делом, что картинка из учебника Саппина и вот это изображение, они не всегда один к одному сходны. Это отражение конституциональных особенностей человека. Второе, что хотелось бы здесь посмотреть. Вот мы диафрагму изобразили. С правой стороны видим трахея разделилась на два главных бронха, правый и левый. Левый, видите, более длинный, правый более короткий. Вертикально расположенный справа я оставил ветвление бронхов на следующие порядки. Ведь главный бронх потом делится на долевые, потом на сегментарные и так далее. И вот многочисленные эти ветвления бронхов, они показаны справа. А слева мы специально их убрали для того, чтобы можно было просто их сравнивать друг с другом. И понимаем, вот если так посмотреть с левой стороны, что на самом деле вот эта бифуркация, с нею контактирует пищевод. Вот четвертый грудной позвонок, я кликнул по нему. Мы с вами говорили, что именно уровень бифуркации располагается на уровне четвертого грудного позвонка. Вот это будет третий, это будет пятый. Разумеется, это могут быть небольшие колебания. Мы говорили третий, четвертый. И если мы сравниваем с картинкой, которую перед этим с вами рассматривали. Вот он, бронхиальное сужение Т4. Итак, практически вот он, четвертый позвонок, и это место реально соответствует уровню бифуркации. Сразу понимаем, что вопрос нормы и нормальной анатомии, он очень-очень-очень скользкий. Но представьте себе, что человек достаточно сутулый, просто сгибается в сагитальной плоскости грудного отдела позвоночника в большей степени, чем, скажем, идеальные нормальные изгибы грудного кифоза. И что тогда? Эти взаимоотношения сместятся, да? Он будет располагаться несколько иначе по отношению к уровню бифуркации. Еще один очень важный момент, который здесь нам есть возможность заглянуть, это посмотреть на диафрагму снизу. Вот я опять теперь убираю картинку, и мы смотрим со стороны брюшной полости сейчас. Сейчас нам желудок мешает увидеть в полной мере отверстие в диафрагме. Уберем его полностью. И смотрите, теперь в области центрум тендину, вот этой белой части, мы видим три отверстия. Вот это для нижней полой вены. Вот это для пищевода. Хиатус эзофагиус. А это для аорта. При таком рассмотрении вопросов нет. А если развернуть так, чтобы не видно, нам нужно, используя эту картинку, запомнить, что из трех отверстий диафрагмы для пищевода отверстие располагается как бы посередине. Оно располагается между наиболее передней расположенным форамом вена кава. Вот оно. И хиатус аортикус диафрагма. Мало того, хиатус аортикус, вот здесь хорошо заметно, что оно является как бы такой в виде восьмерки, окруженной мышечными пучками диафрагмы, которая является продолжением ножек от поясничного отдела. Вот это здесь так окружает. И в результате мы видим, что три отверстия располагаются в строго определенной последовательности. Из трех отверстий самое заднее какое? Для тестов хороший вопрос. Вот просто, чтобы себе, не глядя на картинку, вспомнить, из трех отверстий диафрагмы наиболее дорзальным будет отверстие для аорты. Хиатус аортикус диафрагмы. Оно прямо на позвоночнике лежит, да? А хиатус азофагиус располагается более кпереди. И наиболее центральное кпереди из этих трех отверстий располагается форамон винокава. Тоже тут обращает на себя внимание, что эти три отверстия по-разному организованы. Для пищевода отверстие окружено этой верхней частью восьмерки мышечными пучками, которые хорошо дополнительно пережимают пищевод. Ведь очень неприятно, если содержимое желудка забрасывается назад в пищевод. Это формирует изжогу. А в таких выраженных патологических ситуациях еще кучу всяких дополнительных осложнений с этим связанных. Чтобы этому препятствовать, вокруг пищевода мышечные пучки удерживают в сомкнутом состоянии этот сфинктер самого пищевода. Это препятствие обратному движению содержимого. И наоборот, посмотрите-ка, для нижней полой вены она вся проходит в центру тендину. Здесь предусмотрено так, чтобы нижняя полая вена, которая имеет очень тонкую стенку, у которой мышечный пучков в собственной стенке минимум, чтобы она не пережималась. Знаете, у беременных часто во втором-третьем триместре имеет место так называемый синдром нижней полой вены. Крупный плод, он давит на нижнюю полую вену и затрудняет отток. Появляется повышение давления в бассейне нижней полой вены. Понятно, что для уменьшения риска ее полного передавливания в области прохождения через диафрагму, она идет именно в центру тендина, вот в этой белой части. Это такие тоже важные очень аспекты, которые для нас помогают понять особенности топографии. А безусловно, это можно делать, заглянув с разных сторон, с той виртуальной возможностью сегодня, которая появляется гораздо более широкой, чем еще можно было лет 10-15 назад себе представить. Это только ягодки. Нет, это уже ягодки, а дальше совсем пойдут плоды. Цветочки уже прошли, то есть скоро наши виртуальные технологии шагнут еще дальше. Благодарю за внимание. Продолжение следует...